Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я тут к вам по такому поводу. Вы уже, наверное, догадались, у нас утраты, как бы Виталий Николаевич покинул этот мир. Я вот как бы хотел бы у вас спросить несколько вопросов там и прочее. Как? Есть у вас время? Да, конечно. Ну, я знаю, вы врач, стоматолог и прочее, прочее. Как вот вы вообще узнали о Витаре Мбозе? Как вот вы познакомились с Виталием Николаевичем? Узнал о Витаре Мбозе гораздо раньше, чем непосредственно с ним познакомился. То есть, дело в том, что я вообще гражданин Беларуси и большую часть своей сознательной жизни проживал там. И, собственно, о Витаре Мбозе узнал я, находясь еще в Республике Беларусь. То есть, для меня он был в первую очередь медийным персонажем. Я слушал, значит, группу «Адовый мужик». Ну, опять же, через различные группы ВКонтакте. Ну, сейчас не знаю, сколько, долго это все рассказывать. Как я наткнулся на эту музыку. И там, соответственно, были видео с Витарем Боза. Сначала, вообще, когда я впервые его увидел, было какое-то интервью. Честно говоря, я думал, что эти ребята зачиняли какого-то лукаша. И, значит, его реплики просто нарезали таким образом, чтобы это выглядело как интервью. А потом начал смотреть внимательнее. И думаю, да нет, не может такого быть. Мужик как-то очень складно все рассказывает. И, видимо, он в музыке понимает. Я начал больше, значит, этих видео смотреть. Я говорю, что-то интересненькое такое. И я обратился к человеку, который выкладывал эти видео. Говорю, а что это такое вот? Что это за персонаж, вот, кажется, в группе «Адовый мужик» выступает. Ну, а он мне, значит, говорит, так это же, ну, пишет ВКонтакте. Это же Виктор Эмбоза. Это такой угарный дядька. Это так просто не расскажешь. Это нужно смотреть. И скидывает мне ссылочки на алкопатеньку. Ну, и вот это. Ну, и, короче, на алкопатеньке я уже залип. Уже начал смотреть все вот эти адовые рецепты от Виттер Эмбоза. Вот это. Коктейль Юпик-Люк. Как гаражный боярин. Вот это. Ну, очень меня проняла эта тема. В общем, когда я начал залипать уже на этих видео, к тому времени мы уже с женой переехали в Вологду. В Вологде работали. Была такая ситуация, еще сиди. На работе я сижу, опять же, вот эти вот видосы смотрю с Ромбоза. Говорит, я уже знал, что он из Орла. Он говорит, а не переехать ли нам в Орел? Я думаю, блин, неплохо бы было. Можно было бы с Виталием Николаевичем познакомиться. Ну, правда, поэтому это затянулось. Мы еще примерно около года жили еще в Вологде. Потом все-таки действительно решили переехать в Орел. И непосредственно перед переездом я ему ВКонтакте написал. В том времени уже был у меня в друзьях. Пишу ему, Виталий Николаевич, давай познакомимся. Ну, я уже знал, что он болеет. Как бы тоже, потому что я видел видео, где говорили, что... Правда, я не знал, насколько это все тяжело. Говорили, что сахар, он упал, где-то на улице у него был сахар-тридцатка. Ну, к моменту переезда, честно говоря, когда я его увидел, я не знал, в каком он тяжелом состоянии. Я-то думал, что он там лечится как-то, а он, оказывается, просто закрылся дома и никого не пускает. И собрался тихо умирать. Тогда вот мы его расшевелили, в особенности моя жена. Она такой человек с активной позицией, она сама диабетик. И тогда мы его все-таки отправили в больницу. Так послушайте, Сергей, так вот это, оказывается, у людей больных с сахарным диабетом, это нормальное вот такое было состояние. То есть никого не пускать, постоянно быть агрессивным, не достучишься до него. Он там собирался умирать возле компьютера, играя в зомби-ферму. Да, вот зомби-ферма, это, ну, конечно, когда, на тот момент, когда мы приехали, и мы делали замеры глюкометром, у него показания были 44,4, то есть при таком сахаре даже и не живут. Конечно, это действует и на мозг, и истощение его, вот он был очень худой, это явно из-за того, из-за высоких сахаров. То есть, ну, в таких состояниях, как бы, организм перерабатывает собственные ткани, закупориваются мелкие сосуды тоже. Конечно, влияет на мозг и на все. Ну, понятно. Ну, а вот, что ты можешь вообще вот о нем сказать, как о человеке? Вы же с ним все равно вот близко общались, как бы, потом, впоследствии. Ну, Виталий Николаевич такой специфический человек. Но он и веселый, и своеобразный. Тут даже не знаю, так вот, сразу в двух словах, что сказать. Глыба. Глыба такая, да? Ну, было такое, некоторое такое, прям, вот, восхищение, что ли. Вот этот кураж. Вот этот кураж, да, у человека, который вот в возрасте уже, несмотря на то, что болен. То есть, вот, легко быть каким-то там неформалом, панком, когда тебе там лет 15-20, да. А вот когда человеку 50, и он все равно такой, ах, адовый мужик. Это, конечно, впечатляет. Ну, а какую-нибудь песню знаете вы его? Вот можете, я смотрю, у вас тут гитарка какая-нибудь, что-нибудь можете исполнить? Ну, конечно. Я, Виталян, с приборки мальчик, есть 100 рублей. А это значит, я буду пить. Я буду весел, я каждый день в таком замесе. Алкоголь не шутка, наливай мне шутка. Алкоголь не шутка, наливай мне шутка.